Сегодня комодский варан – самая крупная из всех известных науке рептилий. Они обитают только в Индонезии и больше нигде в мире не встречаются. В мире насчитывается около 2000 комодских варанов, обитающих на некоторых индонезийских островах. Большая часть из них обитает в заповедниках, где за ними ухаживают люди. Небольшое количество варанов живет в естественной среде, но их неконтролируемое размножение может вызвать много проблем и даже представляет определенную опасность. Поэтому индонезийским фермерам приходится прилагать некоторые усилия, чтобы справиться с угрозами, исходящие от огромных хищных комодских варанов. Как известно, комодские вараны – плотоядные животные, охотники-одиночки. В основном они питаются падалью, однако, если они голодны, то нападают на любую добычу, которая только попадется им на пути. Комодские вараны также едят более мелкую добычу, например, насекомых и грузунов, и являются самыми крупными из всех известных ящериц. Их вес может достигать 150 килограмм. Также они известны своей прочной шкурой, которая защищает их от хищников и позволяет им выживать в суровых условиях. В общем, это такие хищники, которые едят все и вся. В своей естественной среде обитания они являются высшими хищниками, занимающими верхнюю ступень в пищевой цепочке. Комодские вараны легко могут справиться с любым крупным животным и даже с людьми. Размножаясь, комодские вараны способны откладывать более 30 яиц за один раз. И что еще более удивительно, что они способны к партоногенезу. Это означает, что они могут размножаться без спаривания. Благодаря этой их особенности, они могут быстро захватывать орел обитания других животных. Большое тело и длинный хвост комодского варана делают его похожим на доисторического монстра, затерявшегося в современном мире. Пожалуй, самая отличительная черта комодского варана – это его раздвоенный язык, который они высовывают как змеи. Это позволяет им улавливать частицы запаха в воздухе и находить добычу на большом расстоянии. Их острое обаяние крайне необходимо им для выживания в дикой природе. Обычно комодский варан терпеливо поджидает добычу, искусно маскируясь, а затем внезапно нападает, используя при этом свои острые когти, и быстро разрывает жертву на части. Их мощные челюсти мгновенно разгрызают кости и разрывают тело жертвы, не оставляя ей ни малейшего шанса на спасение. Недавно я решил рефинансировать свой кредит и нашел выгодное предложение от Т-банка. Теперь думаю воспользоваться. Оказывается, если у вас есть кредиты в других банках, то вы можете рефинансировать их в Т-банке и при этом целых 120 дней не платить проценты по кредиту, а оплачивать только тело кредита. Для этого просто оформите кредитную карту Т-банка по ссылке, которую я оставил под этим видео. И за это вы получите 2000 рублей кэшбэка, затраты за расходы от 10000 рублей в первый месяц и бесплатное вечное обслуживание и много других плюшек. Будьте умнее, сэкономьте на переплате за кредит, оформите карту Т-банка по моей ссылке. Как только варан вонзает зубы в свою жертву, в ее кровь попадает яд, который распространяется с кровотоком по всему телу. Если вовремя не оказать помощь, то от яда взрослого варана можно умереть. Даже если вам повезет и вы сумеете сбежать при нападении варана, вы все равно можете погибнуть от его яда. Этот яд не убивает жертв мгновенно, но вызывает паралич и все равно через 3-4 дня жертва умирает. Обычно, нападая на более крупную добычу, комодские вараны охотятся группами. Яд не единственное оружие комодского варана. Его пасть и слюна полна болезнетворных бактерий. Когда он кусает жертву, эти бактерии сразу же попадают в рану, вызывая сильное заражение, в результате чего жертва быстро погибает. Популяции комодских варанов спокойно обитают в естественной среде, но когда природные источники пищи истощаются, они часто нападают на домашний скот, нанося огромный экономический ущерб сельскохозяйственному сектору страны. Этот ущерб исчисляется миллионами долларов каждый год. Теперь ситуация стала действительно тревожная и она может стать еще страшнее, когда комодские вараны начнут торгаться в жилые районы острова. В связи с этим правительству Индонезии необходимо принимать меры для устранения этой угрозы. Например, этот фермер придумал простую, но эффективную ловушку для ловли комодского варана. Однако эти самодельные ловушки не могут поймать большое количество варанов и не решают проблему кардинально. Комодские вараны не только нападают на других животных, но и на представителей своего вида, когда пищи становится мало. Борьба за ресурсы неизбежна. Внутри каждой группы комодских варанов существует четкая иерархия. Именно в ходе таких столкновений они устанавливают и поддерживают стабильность в своем сообществе. Сейчас охотничьи организации определяют силу укуса и уровень опасности, которую представляют вараны. В то же время они разрабатывают рекомендации, которые обеспечивают безопасность охоты для охотников на варанов. Лучшим способом охоты считается использование стрелкового огнестрельного оружия. Охотники обычно объединяются в группы по 4-6 человек. Такая численность группы обеспечивает полное покрытие территории и максимальную безопасность. Это связано с тем, что комодские вараны известны своей агрессивностью и они также умеют незаметно подкрадываться, что затрудняет их обнаружение и, конечно же, повышает опасность. Опытные охотники метко целятся в голову и убивают их одним выстрелом. Цель меткого выстрела состоит в том, чтобы быстро и гуманно убить варана, чтобы уменьшить его страдания и он не мучился. Каждый год с сентября по ноябрь после окончания сезонного размножения, в Индонезии охотники организуются для охоты на комодских варанов и предупреждают друг от друга о возможной опасности. Местные фермеры могут определить и указать, где часто появляются вараны. Охотники внимательно наблюдают за вараном с безопасного расстояния, следя за его движениями и поведением. Лучший способ успешно поохотиться – это найти безопасное место для стрельбы. После того, как варан будет подстрелен, охотник тщательно осматривает его, чтобы убедиться, что он больше не представляет опасности. В среднем, в результате успешной охоты добывается один или два варана. Охотники должны предоставить подробную информацию, включая количество, размер и точное место охоты. Успешные охотничьи мероприятия принесли значительную пользу местному населению. Число и риск нападение драконов на людей и домашний скот значительно снизился, что повысило уровень безопасности в местных деревнях. Помимо законной охоты на драконов, существует и незаконная, а это может привести к неконтролируемому сокращению популяции комодских варанов. Кроме того, они сталкиваются с рядом других угроз, таких как стихийные бедствия, изменение климата, некоторые виды человеческой деятельности, такие как сельское хозяйство. Лесозаготовки также сокращают территорию, пригодную для обитания этих животных. Из-за этого они находятся под угрозой исчезновения. Сейчас комодские вараны считаются охраняемым видом животных первой категории. Предпринимаются меры по сохранению комодских варанов и среды их обитания, что включает создание заповедных зон и программ по разведению в неволе. Кроме этого, комодские вараны вносят свой вклад в местную экономику, участвуя в развлекательных мероприятиях и экотуризме, что приносит существенный доход всему обществу и стране. А далеким предком комодских варанов была мегалания. Мегалания была частью мегафауны, обитала на юге Австралии во время Плейстацена. Эта гигантская ящерица весила около 575 килограмм и достигала 5,5 метров в длину. Считается, что первые австралийские аборигены могли способствовать вымиранию мегалании. И я даже не удивляюсь, такими размерами она представляла большую опасность для людей, это несомненно. Тем не менее, в настоящее время существует крупная инициатива по возвращению мегалании, что ставит ее в список животных, которых ученые пытаются вернуть к жизни с помощью ДНК и клонирования. Кстати, об этом у меня есть видеоролик «Животные, которых возвращают к жизни ученые». Ссылку я оставил в описании под этим видео. А мы продолжаем смотреть. Возможно ли контролировать популяцию инвазивных животных США, когда на посевы и домашний скот нападают миллионы крупных животных? Охотники и фермеры вынуждены отстреливать их, чтобы хоть как-то защитить свои хозяйства. И это самая настоящая борьба за выживание. И самой настоящей проблемой стали крокодилы и аллигаторы. Крокодилы встречаются по всей территории Соединенных Штатов, и популяция крокодилов и аллигаторов сильно влияет на популяции других видов детих животных и домашний скот. Каждый год американским фермерам приходится бороться с нападениями аллигаторов, численность которых достигает 10 тысяч особей. Сезон охоты на аллигаторов во Флориде обычно начинается в сентябре и длится до ноября. Подобраться к аллигаторам на расстояние выстрела довольно сложно. Охотникам приходится прятаться в зарослях. Это связано с тем, что они очень хитрые и агрессивные. Если охотник оказывается замеченным, то крокодилы могут убежать или вернуться, чтобы напасть. При первом выстреле охотник должен быть очень осторожен и контролировать ситуацию. Это связано с тем, что если крокодил нырнет в воду, то добыча, скорее всего, будет потеряна. Для того, чтобы выстрел был эффективным, охотник должен целиться в мозг или в позвоночник, сразу за головой крокодила. Лучше всего крокодилов выслеживать из укрытий и стрелять в них лёжа. Для того, чтобы пробить толстую кожу и чрезвычайно твёрдые кости, защищающие мозг, нужна винтовка далеко не мелкого калибра и поэтому стрелять нужно лёжа, а использовать нужно пули только с мягким наконечником. И как и в любой другой охоте, очень важно правильно выбрать позицию для стрельбы. Давайте перенесёмся ненадолго в Африку. Бегемоты любят загорать на берегу, а в реке неподалёку от них плавают крокодилы. Несложно догадаться, что если бы у крокодила была такая возможность, он бы сразу напал на бегемота и съел его. И хорошо видно, что время от времени такое происходит. Группа охотников намерена поймать несколько гигантских крокодилов. Для этого, для начала, они должны выследить и найти места обитания бегемотов и убить одного. Подстрелить это крупное животное довольно легко, но тушу нужно успеть подобрать до того, как она утонет. Затем они привязывают тушу бегемота в том месте, где часто появляются крокодилы. По своей природе крокодилы, как известно, являются кровожадными хищниками и, используя труп их врага, их легко можно заманить на более выгодное для стрельбы место. Охотник выбирает подходящее место и ждет, пока не появятся крокодилы. Туша бегемота отвлечет крокодила, что сделает охоту более удобной. У охотников будет достаточно времени, чтобы понаблюдать, а потом и выстрелить в ключевые, поязвимые места крокодила. В естественных условиях охотники всегда должны наблюдать за местностью и выбирать подходящее укрытие. Оптимальным выбором для охоты на крокодила является использование охотничьей винтовки и стрельба с расстоянием 30-50 метров, что обеспечивает эффективную и, главное, безопасную охоту на опасных крокодилов. Хочу сказать, что охота на крокодилов – мероприятие не только опасное, но и довольно напряженное. Однажды, когда фермер обнаружил крокодила длиной более 3 метров, ему пришлось бороться с ним почти 7 часов. Во всех штатах, включая Южную Каролину, Джорджию и Техас, сезон охоты на аллигаторов и крокодилов обычно начинается в конце августа или в начале сентября и длится от нескольких недель до месяца, но иногда дольше. Объем добычи аллигаторов в каждом штате, как правило, определяется квотами. Кстати, более подробнее об охоте на аллигаторов США вы можете посмотреть в моем видеоролике, который я снял отдельно. Ссылку на него я также оставил в описании под этим видео. А в завершение этого выпуска я предлагаю вам посмотреть видео об Австралии. В Австралии фермеры сталкиваются со все более и более сложной проблемой. А именно, они сталкиваются с нашествием змей по всей стране. Особенно остро эта проблема стоит в теплое время года, когда змеи более активны и их опасные встречи с людьми и домашним скотом становятся все более частыми и трагичными. Ссылка на это видео есть в описании. А для тех, кто смотрит в YouTube, ссылка также появилась справа. Жмите и наслаждайтесь просмотром. А с вами, как всегда, был я, Эльдар Блэн. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться. А чтобы не пропускать мои новые видео, нажмите колокольчик. Увидимся в следующем видео. Пока!